что ж трасса полностью готова заливки осталось только поставить борта сейчас мы с вами пройдем по элементам и посмотрим все более детально что как мы сделали чему как спрофилировали осталось вырезать только две ступеньки собственно мы сейчас процессе этого процесса погнали быстрее по трассе я пошел вверх первый элемент который вы встретите после старта это будет метровая ступенька здесь вы съезжаете со стартовой платформы дропаетесь вниз поджимаете свои у кого-то кривые у кого ровные ножки и идете к следующему элементу следующие это у нас двойные волны но которые по факту больше как кикер вот пойдем туда там посмотрим сейчас более детально я погнал да такие волны у нас получились пролет получается порядка 10 метров а то может и 15 метров нужно сейчас замерить так как после стартовой ступеньки и 2 ступеньки уже на снегу здесь полная равнина нету никаких спусков и резкий вылет вы спокойно мягко с кайфом перелетите эти волны и приземлитесь в вот такой длинный вкат после которого вас ожидает резкий поворот налево под 90 градусов а может быть и больше мы сейчас еще по факту поймем скорее всего это будет больше как ютер с небольшим контур уклоном чтобы вас не впечатало в борт после этого вас ждет слаломные секции которые мы все любим там дальше непонятно пока будет ступенька или нет спускаетесь на пешку проезжайте по пешке из пешки выкатываетесь тоже будет творится 90 градусов уезжайте на мега-роллер сейчас мы туда спустимся вот такой у нас поворот получается таким контур уклоном на камере конечно этого не видно но да но он нормальный то есть если ходов будет прилично с приземки после волн и пролет если вы постараетесь то вы уходите на плоскость и с волн будет скорости прилично поэтому либо нужно будет давать резко по тормозам либо если ты совсем отчаянный воин винчиваться в этот поворот но тут больше получится конечно не 90 градусов чуть побольше и потом дальше на слалом и туда уходим такое блогер мне нравится очки правда на скейль купил а чё куда прям не ну о чем мы там рассказали про пешку ну там придем туда сходим ладно оператор теперь со звуком да короче здесь не обращайте внимание на эти провалы небольшие здесь в этом году в кат со слалом на секциях получился куда резче и длиньше но тормозить мы теперь будем не обулрать как вы привыкли а будет небольшая пешечка на которую мы будем залетать и плавно скатываться в сторону роллера скатываться это ты конечно прям вот так сейчас я покажу но потом трассу равнять будет вот так вот на короче сюда забегаем вот так вот вот так прыгиваем вот так вот какие залетаем на мега-роллер который выполнен так что это больше спайн получает и когда ты не залетаешь ты не видишь приземку вот поэтому тут нужно на характере будет все делать что же после роллера вишенка на торте мы уже окрестили их моей фамилии волны иванова вот там будет в этом году три волны три больших хороших мягких волны вот которые я сейчас смотрю и понимаешь что отсюда не маленькими такими кажется на самом деле они огромны вот тут получается вы будете первую волну скорее всего ну не буду ничего рассказывать я уже знаю как я буду проезжать спиной вперед вот поэтому не буду говорить просто нас на финише три волны они выполнены таким образом что как бы разложиться них на самом деле очень сложно давай я поехал дальше на попочки на попочки вот так влад обычно после волны тоже дорогие друзья вот у нас получается первая маленькая ну как они не маленькие они нормально они по метру высоту первая волна и дальше чуть-чуть отодвинут назад виду дабл дабл получается просто дабл да трипл дабл фоти файв 50 получается до волны потом дабл две волны и собственно после волны через 10 метров будет финишная линия то есть если кто-то из вас смотрел гонку когда-то redbull крыштайс в оттаве что-то подобное там уже было когда скотт кроксилл специально не прыгал вторую волну не долетал и врезался в нее носками и его как математическим маятником выкидывал вперед и он финишировал первый по моему кстати он даже в той гонке обогнал кого-то таким образом я не знаю зато хорошо помню гонку в японии но это кто-то ехал вторым первым я ехал первым ехал извините фотка сейчас будет вот такая извините хотите косплей подожди вставочка будет потом это вот такой был косплей собственно вы перелетели переехали перекатили эти волны и примерно в этой зоне у нас будет линия финиша вот и все вы выиграли вы молодец и прошли следующий раунд поздравляю вас не или не финиш пораньше ну ну чуть-чуть по вот так вот да не не меняет особо меня после после волны у вас получается буквально пару шагов а то может и один шаг то есть волны будут очень горячие шаги а смотря чьи шаги но не тут по факту один два шага если ты правильно все сделаешь как я запланировал как то так